Доброе утро! Сегодня 16 июля 2012 года, понедельник. И было бы правильно начать день с мудрых мыслей, с правильных слов. А все правильные слова и мудрые мысли находятся здесь в Библии. И я открываю книгу притч и читаю главу 16. Главу, которая соответствует сегодняшнему числу, 16 июля. И читаю. Эта глава, я сейчас ее прочитал, в который уже раз очень насыщенная. Такая прямо вся переполнена мудростью, которая находится в Божьем слове. Итак, читаю. Я просто прочитаю, что-то возможно прокомментирую. Человеку принадлежит предположение сердца, но от Господа ответ языка. Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души. Придай Господу дела твои и предприятия твои совершаться. Полагайся на Господа во всех путях своих. И не полагайся на разом свой. Вот, придай Господу дела твои и предприятия твои совершаться. Что это значит? А это значит, что когда тебе нужно что-то решить, какой-то вопрос, ты становишься перед Богом, на коленях допустим, и молишься так, как будто все зависит только от Бога. А потом, помолившись и поблагодарив Его за то, что Он тебя услышал и начал выполнять твою просьбу, встаешь с колен, и начинаешь пахать и работать, и делать все, что ты должен делать, как человек, как бизнесмен, как родитель, не знаю. И считать, что от тебя все зависит. И тогда Бог делает свою часть работы, а ты свою. Ты работаешь, выполняешь свои дела, а Бог создает условия, приводит людей, подставляет тебе обстоятельства, знакомит тебя, сводит с новыми людьми. Короче говоря, если бы ты один был, то ты бы весь этот груз сам тянулся. А так, предав дела свои Господу, ты получаешь невероятную поддержку, помощь. И твой бизнес, если обезьян, легкий, успешный, радостный и наполненный неожиданными чудесами. Ты все время вздрагиваешь от удивления и радостно восклицаешь. О, опять Бог дал человека. О, ничего не делал, а он откуда-то взялся. О, деньги пришли. О, все совершилось. О, было трудно, и я думал, что никогда не разрешу эту проблему. Пошел, оно все-все-все-все-все в любой инстанции и везде решается. Придай Господу дела твои и предприятия твои совершатся. Но это не означает, что ты должен сказать, Бог, вот я бизнесмен, я вот сетевик, допустим, я набираю новых людей, но поскольку тут написано, чтобы я предал Господу тебе свои дела, тут я ложусь на диван, а ты за меня работай. Но, нет. Но это очень здорово, обещание такое. Придай Господу дела твои и предприятия твои совершатся. Молись, проси и верь. А верить, это значит осуществлять ожидаемое, то есть то, о чем ты просил. Веря в невидимое еще пока. Дальше идем. Это понятно, да? Все сделал Господь ради себя, и даже нечестивого блюдет на день бедствия. Потому что нечестивый в день бедствия пропадет. И это будет примером для других. Но пока бедствие не наступило, нечестивый продолжает оставаться. Люди часто думают, смотри, вот ворует ведь, а живет. Вот-вот-вот непорядочный, а существует. Где же Бог, в чем дело? В нужный момент все наступит. Все сделал Господь ради себя, и даже нечестивого блюдет на день бедствия. Сохраняет его до поры до времени. Чтобы весь честной народ убедил, что быть нечестивым невыгодно. Дальше. Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем. Можно поручиться, что он не останется ненаказанным. Надменное сердце, это ужасно. Милосердием и правдой очищается грех. И страх Господень отводит от зла. В притчах и вообще в Библии очень много говорится о страхе Господнем. Начало мудрости, страх Господень. Начало мудрости. Надо бояться огорчить Бога. Надо бояться, страшиться, выступить против того, что он говорит. Пренебречь его заповедями, его рекомендациями, его просьбами. Это называется страх Господень. Милосердием и правдой очищается грех. И страх Господень отводит от зла. Особенно в молодости. Сколько ли сидит пацанов по тюрьмам, потому что смеялись над грехом. Потому что никто не сказал, этого нельзя делать. Страшно, это Бог накажет. Зачем же мы пойдем на дорогу кого-то бить после пива. Сколько просто так сидит по глупости. Потому что они внедрили в голову мысль о страхе Господне. Следующий стих. Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его приверяет с ним. Сто процентов. Лучше немногое с правдой, нежели множество прибытков с неправдой. Или это точно? Да все то, что я тут комментирую. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Человек может принимать какие-то решения, обдумывать, что-то планировать, о чем-то мечтать, воображать себе, представлять, намерения какие-то иметь. Но человек должен знать, что шествием его управляет Господь. То есть, когда он практически пойдет, Бог будет управлять, потому что все в его руках. Поэтому лучше всего, смотрим опять третий стих, предать дела свои Господу в расчете, что предприятие этого и совершаться. С Богом надо быть. В устах царя, 10 стих, очень мне нравится. В устах царя слово вдохновенное, уста его не должны погрешать на суде. Это я очень часто употребляю, это выражение, этот стих, использую его. Царь, здесь можно рассматривать слово царь, как лидер, как человек, который имеет власть какую-то, имеет какие-то полномочия. Он может быть маленький, полномочия иметь, а может быть действительно президентом страны быть, царем. Но во всяком случае, это руководитель, лидер. Так вот в устах руководителя, царя, слово вдохновенное, точка с запятой. В устах царя слово вдохновенное, точка с запятой. Уста его не должны погрешать на суде. Слишком важно значение тех слов, которые выходят из уст лидера, руководителя. Его слова вдохновляют многих людей. Они их поднимают, они ведут. Стоит серьезному лидеру сказать слова, и масса людей встанут и начнут делать. То есть в устах царя слово вдохновляет людей. Оно имеет действенное значение. Оно влияет на массы. Это надо помнить. Поэтому царь не должен быть мямлей. Лидер не должен пренебрегать и не понимать. Он не имеет права не понимать, какое значение имеют его слова. Если это с тобой люди, которые смотрят на тебя, которых ты ведешь, которым ты помогаешь, подскажешь, управляешь которыми, ты должен помнить, что твое слово вдохновенное. Если ты вякнешь неправильно, люди, вдохновившись твоим словом, не туда пойдут. И дальше, после точки с запятой написано, уста его не должны погрешать на суде. Поэтому особенно, помня особое значение слов, которые выходят из уст царя, лидера, он не должен погрешать на суде. То есть он должен быть чистым, честным. Это первое и главное правило. В сетевых компаниях великое дело, когда руководитель компании врет, обманывает, лицемерит, все, первые признаки того, что делу конец, гердык. Люди не тем будут вдохновляться. Если какой-то лидер не туда гребет, вдохновляя людей, это катастрофа. Поэтому устак царя слово вдохновенное. Но еще это имеет значение, что если ты вышел перед людьми говорить, то надо говорить так, чтобы это их поднимало на работу. Ты должен помнить, что твое слово вдохновляет людей, и ты не имеешь права просто жевать слюни. Ты не имеешь права, открыв рот перед людьми своими, закончить ничем. Ты должен сделать призыв, чтобы человек, вдохновляемый твоим словом, знал, что ему конкретно делать. Знал, куда идти, какие действия совершать. Очень важно, мне кажется. Нравится мне это. В устах царя слово вдохновенное. Дальше, 11 стих. Верные весы и весовые чаши от Господа. От него же гири в сумме. То есть, Господь определяет правильные ориентиры. Он ставит правильные рамки. Путь определяет. Он ставит границы правды. В его руках правильные весы, весовые чаши от Господа. От него же гири в сумме. Мерзис для царей – дело беззаконное, потому что правдой утверждается престол. Ну вот, я об этом уже говорил. Лидер не имеет права вести дело беззаконно. Иначе его престол, то есть, бизнес или дело, которым он занимается, основание, оно будет качаться. Правда утверждается престол. Приятный царю уста правдивые, и говорящего истину он любит. Царский гнев – вестник смерти, но мудрый человек умилостивит его. В светлом зоре царя жизнь, и благоволение его, как облако с поздним дождем. Ну, речь идет о том, что надо уметь выстраивать отношения. Я вот часто говорю об этом. Когда я был молодой и учился в военно-морском училище, я часто думал, что достигнут успеха в службе, адмиралами станут. Я был военно-морским курсантом и готовился служить на флоте. Ну, а как всякий военный человек думает о карьере, о званиях. И я думал, вот, наверное, станут адмиралами те, кто на пятерке учится. Все одни отличники, которые хорошо знают учебный материал. Или умеют сдавать экзамены, не знаю. Ну, короче говоря, кто хорошо учится. А потом нет, оказалось, что вовсе нет. Ребята, которые на тройке, там, и в среднем, там, ну, есть и отличники, они продвинулись. А многие отличники оказались не кем вообще, так и были изгнаны, даже со службы. Оказалось, что главным критерием или главными качествами, которые определяют успешность человека, не только в военно-морской службе, а вообще везде по жизни, это умение выстраивать отношения, умение наладить контакты, умение договариваться, умение общаться, умение слышать. В том числе с начальством. Это означает, что если ты подхалим и лебезишь, это плохо. Но если ты настроен неправильно по отношению к властям, к руководителям, если ты их критикуешь беспрерывно, если ты не идешь на компромиссы, если ты не умеешь выстраивать отношения с вышестоящими, нижестоящими, с коллегами, там, по делу, у тебя шансов нет. Поэтому здесь написано все время, вот несколько стихов, говорится, что с начальством надо уметь выстраивать отношения. И с достоинством, с самоуважением, но в то же время понимая, что он имеет власть. Тринадцатый, четвертый, пятнадцатый стихи. Шестнадцатый стих. Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра. Ну что ты скажешь? Путь праведных – уклонение от зла. Тот бережет душу свою, кто хранит путь свой. На всех путях надо уклоняться от зла. Это будет путь праведных. И кто будет хранить его, тот бережет душу. По гибели предшествует гордость и падению надменность. Увидел гордого, надменного, который говорит, да я, да я, да я, да я, да я, знай. Упадет. А тот, который над слабыми надмивается, тот, который с горделивой рожей поучает, думает, что он самый крутой. Но, к сожалению, погибели предшествует гордость и падению надменность. Однозначно. Девятнадцатый стих. Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми. Кто ведет дело разумно, тот найдет благо. И кто надеется на Господа, тот блажен. Блажен значит счастлив. Кто ведет дело разумно, тот найдет благо. Кто надеется на Господа, тот блажен. Вот две вещи. Во-первых, надо идти разумно вести свое дело. Бизнес начал, веди его разумно, мудро. Сам веди разумно. Действуй мудро. Научись, смотри как делают люди, которые умеют это делать Определяй человека, его успех по его плодам Не по словам, трепать языком ноги ему А по плодам, какие деньги он зарабатывает Какие у него результаты, что о нем люди говорят Как он действует, как он помогает другим И при этом, второе, надеяться на Господа Тот блажен А как надеяться? Придать Господу дела твои, чтобы предприятия твои совершились А как это сделать? Связь с Богом надо иметь, общение, молиться Надо просить Бога Господь, ты Бог, я человек Ты знаешь все, я не знаю, что будет через одну секунду Тебе все ведомо Я предаю твои дела, свои дела тебе Пожалуйста, вот у меня такой вопрос, такая проблема Мне нужно ее сегодня решить Пожалуйста, помоги мне во имя Иисуса Христа Сделай так, чтобы вот этот человек сделал то, что надо мне Допустим, говорите вы Я иду сейчас с ним на переговоры Пожалуйста, поверни его мозги в нужную сторону Пусть он услышит меня Пусть он поймет мои аргументы Пусть он будет со мной вести себя так, как я планирую Планирую И с верой, помолившись, пошел Что делать? Делать Вести свои дела Разумно Говорить правильные вещи Говорить правильные аргументы А не плеваться и не бросаться пепельницами Зная, что Бог за тебя все сделает Нет, надо прийти и разумно Подготовившись провести переговоры с человеком Кто ведет дело разумно Тот найдет благо И кто надеется на Господа Тот блажен Сейчас Мудрый сердцем Производится благоразум И сладкая речь прибавит к учению Разум для имеющих Его источник жизни А ученость глупых Глупость Сколько я знаю ученых людей Боже мой Кулупается В какой-то ерунде А вид ученый И дипломы Разного цвета Сердце мудрого Делает язык его мудрым И умножает знания в устах его Приятная речь Сотовый мед Сладка для души И целебна для костей Приятная речь А налево-направо Всех мочить Критиковать И разоблачать Есть пути Которые кажутся человеком прямыми Но конец их путь к смерти Об этом надо особо задуматься Вот ссылка на 14 главу 12 стих Давайте посмотрим По этому поводу Есть пути Которые кажутся человеку прямыми Но конец их путь к смерти То же самое Трудящийся трудится для себя Потому что Понуждает его Потому род его Кормиться надо Семью кормить Человек лукавый Замышляет зло И на устах его Как бы огонь палящий Человек коварный Сеет раздор И наушник Разлучает друзей Множество таких людей Которые Будучи коварными Сеют раздоры И наушники Которые На ухо говорит одному О другом Разлучает друзей Разлучает друзей наушник Разлучает друзей Надо быть к нему готовым Будь бдительным Человек неблагонамеренный Развращает ближнего своего И ведет его на путь недобрый Прищуривает глаза свои Чтобы придумать коварство Закусывая себе губы Совершает злодейство Венец славы Седина Которая находится На пути правды Долготерпивый Лучше храброго И владеющий собой Лучше завоевателя города В полу бросается жребий Но все решение его От Господа На всех путях Познавай Господа И надейся на него А не на разум свой Кто полагается на себя Тот глуп Не будем полагаться на себя Будем полагаться на Бога Чтобы полагаться на Бога И иметь Плод Результат Надо с Ним общаться Чтобы с Ним общаться Есть один путь Надо изучать Что Бог говорит Вот диалог Бог говорит Он говорит нам Через Библию Через проповеди Через откровения Которые приходят Вот сюда Вот Да Или в сердце Бог говорит нам Через Значит Книги Христианские Бог говорит нам Через Братьев и сестер То есть Через верующих Таких же И Бог Бог говорит Через Библию Бог нам Говорит А мы Говорим Богу В молитве И когда мы К Ним обращаемся Просим Рассказываем Свои проблемы Делимся Советуемся То постепенно Мы тренируем Свои духовные Уши Свои сердца Глаза духовные И постепенно Мы начинаем Слышать Бога Что Он нам Говорит Что Он нам Показывает То есть Бог Может иногда Даже прямо Открыто Голосом Сказать Он может Даже толкнуть Тебя Физически Ты это Ощутишь Он может Тебя Обнять Он может Вдруг Показать Себя Тебе Ты Духовными Глазами Увидишь Как многие Это делали Иисуса Как бы Наиву И Он тебе Что-то скажет Ты запишешь Короче говоря Развивая Личные Отношения С Богом Молясь Читая Слово Мы Получаем Возможность Все больше И больше И больше И больше И больше Понимать Каков Он Чего Он Хочет От нас Что Он Нам дает И тем самым Он управляет Нашей Жизнью Помогая нам На всех путях Потому что Мы как люди Не знаем Что будет Через секунду Через две Через три Через месяц Через год А Он знает Всю нашу жизнь Наперед Потому что Он Бог Я желаю Всего доброго До свидания До завтра Продолжение следует Продолжение следует